Равняйсь! Отставить! Правое ухо выше левого! Равняйсь! Тяжело в учении, легко в бою. Фразу великого полководца Александра Суворова не устают повторять юным курсантам преподавателей Тульского военного училища. 240 мальчишек только начинают постигать азы строевого шага, носить форму и жить по уставу. В конце августа их привезли в Тулу родители. 1 сентября на торжественной линейке они высматривают в встроенных рядах своих суворовцев. Ирина Калугина приехала из Московской области. Ее внук Андрея Бакарева зачислили в 6 класс. Есть такая профессия защищать родину и ребята должны быть настоящими мужчинами. С началом Большого пути курсантов поздравляет Алексей Дюмин. Именно он стал инициатором возрождения традиций суворовского братства на Тульской земле. Система образования и воспитания в училище уникальна, говорит глава региона. Здесь будут растить настоящих патриотов. Россия, наше общество вновь обращается к традиционным ценностям и основам, которые на протяжении многих веков делали нашу нацию крепкой и сплоченной. Сегодня вы, юные суворовцы, делаете свой первый шаг на начало Большого пути. Я искренне рад за вас. Учитесь, взрослейте, дерзайте, побеждайте, совершайте открытия и добивайтесь новых побед. Помните, что вы нужны России. Ветераны. На торжественной линейке выпускники Тульского суворовского училища, которое просуществовало с 1944 по 60-й. С орденами и медалями они почетные гости. Чудо-городок, так о комплексе, говорит генерал-майор в отставке Иван Кузнецов. Серебряной медалью он закончил училище в 1955-м. Спустя 61 год вместе с пятиклассником Артемом Сидоровым он дает первый звонок. Камень в основании Тульского суворовского училища заложили 6 мая. Чтобы успеть в срок, в три смены на объекте трудились больше полутора тысяч рабочих. Июнь, июль, август, первое сентября. Учебно-административный корпус уже готов к началу занятий. Здесь все по последнему слову техники. Для изучения иностранного языка установлены лингофонные системы. В кабинетах труда верстаки, станки и компьютеры. У тульских суворовцев есть даже своя телестудия. Чтобы каждый нашел занятие по душе. В расписании первого учебного дня только урок мужества. Затем второй завтрак. Тульский пряник, чай и фрукты. В суворовском училище предусмотрено шестиразовое питание. На сколько вы посадите мест? Садятся полностью все 240 человек. Есть небольшие проблемы. Дети маленькие медленно набирают. Здесь есть салат-бар. Пока этими щипчиками берут тяжело. Поэтому сначала седьмой класс запускаем по два взвода в каждый зал. Потом заходим в пятый, шестой. Это не проблема. Главное, чтобы качество питания было. Здорово. В наше время, когда мы учились, у нас таких условий не было. Полностью готовы и два спальных корпуса. В них обживаются 240 суворовцев с пятого по седьмый класс. 77 ребят из Тулы. Остальные из Московской области, Калмыкии, Волгограда. Курсанты из 41 субъекта страны. Ребята живут в боксах по 4 человека. В каждом есть гардеробные, спальные места, рабочие столы, телевизор, отдельные санузлы и душевые. Ребятам помогают привыкать к новой жизни воспитатели. Суворовские мамы и папы. По два человека на каждый взвод. Дети разные. Но мы стараемся к каждому подходить индивидуально. Задействованы у нас дети очень сильно. Кружки проводим и так далее для знакомления. И я вам честно скажу, дети иногда забывают про своих мам и пап. Им настолько здесь интересно. Тимофей Копылов приехал из Чувашии. Он легко сдал вступительные экзамены. Тяжелее оказалось уговорить маму и папу отправить учиться в Тулу. Но мальчик настоял. Они согласились. Тимофей уже строит планы, чем займется в свободное время. Я пойду на плавание. Я пришел сюда для того, чтобы стать сильным, защищать свою родину, стать потянутым, чтобы меня все уважали. И я буду учиться на десантника. Потому что десантники они крепкие, сильные и потянутые тоже. Вот поэтому я захотел туда. Учебный год начался, но стройка не закончилась. В следующем году в Тульском Суворовском училище сделают площадку для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Спортивная инфраструктура расширится. Больше станет и воспитанников. Для них построят еще один спальный корпус. В возрожденном Суворовском собираются растить офицеров 21 века. Екатерина Старцева, Алексей Чечеваза, Вадим Рыженков, Первый Тульский.